всем привет друзья мы с вами сейчас едем гулять а потом начал могут в парк съездим а потом может быть в ледо съезда в общем мы посмотрим куда ты короче вы едем у нас вот такая погода на улице минус 4 градуса на улице мороз и светит солнышко погода хорошая в принципе ветра нету это как бы нормально вот поэтому решили немножко погулять и в ледо потом проголодаемся и потом в ледом покушать по блинчику по блинчику давно мы сможем не были в ледо и суши бензин подорожала же евро шестьдесят пять ладно потом заправить а потом заправить сюда хотели машину заправить я вышла 5 поз был евро шестьдесят один потом шестьдесят четыре уже шестьдесят пять не самое интересное что это она то газ прогас газ рухнули цены на газ а это бензин это бензин в общем солнце светит не знаю видно меня там не видно в телефоне меня читать себя не вижу но потому что солнце светит в ледово давно не были мы решили так мы хотим съесть пойдет партами с утки лебеди покормить их это как хлебом не закормить ассана все дают хлеб да проголодаться потом блюдо сесть погулять мы блюдо давно не были и вороники и пока это елочка еще не разобрали елку там еще хочу елку заснять это бы каждый год и снимаем это елка в этом году мы еще так но когда мимо приезжали снимали а вот так вот не приезжали в виду обычная в леда приезжаю снимаю елку а как то вот этот раз мы как-то не не приехали поленились мы еще не очень как-то вечером но надо вечером но мне вечер на работу поэтому мы будем днем а что делать а если солнце светит а если солнце светит да тогда вообще наверно плохо быть ну может быть будет что-нибудь видно посмотрим а мы сейчас мимо проехать но мимо это мимо мы уже показывали ехали а хоть что уже так и все будет видно или нет будет наверное хоть как-то но будет видно не знаю выходной день на машин как будто рабочий день вот и даже пробка да смотри пробка встречное движение ой 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 какая пробка ужас встречное движение я не понимаю как выходной день да в общем раньше выходной день это машина не видно сейчас куча машин вот ледо сюда мы потом сходим на обратном пути елка горит но из-за солнца не видно ничего из-за солнца наш национальная библиотека забешеные бабки да стоит такая приветствует вас все заходите почитайте а вот там впереди железнодорожный музей там нужно сходить погулять посмотреть кто не был вот это бывшая аврора раньше делали этот чулки и носки в общем здесь здесь работала моя тетя когда-то проработала много-много-много-много-много очень много лет короче вот так вот это было ее первое место работы и сейчас она работает второе место работы у нее в общем в трудовой книжке только два места работы и стаж больше сорока лет сейчас мы с вами находимся на улицу мару пэс муж говорит здесь есть где-то небольшой водоемчик где плавают утки ну посмотрим а потом еще заедем на другой водоемчик ну вот это озеро он такое большое озеро как оно называется слушай даже не знаю я не знаю может какой-то марупская нет он там уже уточек кормит кто-то видишь не в одном месте а там дальше еще ходит на айсока уточек посмотрите много муж пошел тоже к покормить уточек но Субтитры сделал DimaTorzok Просят, кушать хотят Голодненькие Все кушать хотят А там дальше, ребята, плавают лебеди Посмотрите, я думаю, что видно вам Не могу ближе подойти Обувь надела неподходящую Потому что мы поедем в ледо Надела более-менее приличную обувь А так бы была другая обувь Подошла бы поближе Вон там они плывут Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ужас! 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 Сколько уток! Посмотрите, сколько здесь уток, ребята Обалдеть! Я такого количества еще не видела Одновременно Одну бюханку скормили, да? Одну бюханку скормили, да? Ужас! Ужас! Это еще просят, смотри! Ужас! 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 Боится! Боится! БоитсяA Боится! Слушай, но красота какая... Субтитры сделал холодно ребята холодно и ведь еще такой порывистый ледяной такой ветер я ради этих кадров даже свою любимую обувь не пожалела самую свою удобную это мне очень удобно и такая приличная это залезла прямо в снег тогда если немножко намочила не замшивая не жалко а потом когда в ледо пойдем надеть другую обувь пойдем в ледом не хочется нормально выглядеть это уже надоело своих так галоши ходить которые хотели на работу езжа надоело в них уже ходить хотела что-то такое поприличнее надеть потому что мы люди пойдем свет до пойдем в ледо пойдем поэтому хочется иногда выглядеть прилично от особенности на работу сработает на работу с в одном и том же уже надоело ходить вот тут 5 обуви не ношен и так сейчас на другого озера поедем так мои выдержит мои обувь выдержит одно озеро ну не знаю не знаю я не знаю вот намочила свои ботиночки жалко и они такие удобные вообще я могу везли не ходить иногда вообще ребята не устает как они мне нравятся вообще очень удобно колодка удобная каблук удобный все удобно но вот жалко что намочила чуть-чуть вот такая сижу в раскорячку это снова это быть здесь еще один парк и там тоже нужно уточек покормить аркадия парк взяли две буханки хлеба но такой хлеб не просто хлеб а там семечки вот такие все добавки да чтоб со всеми такими зернышки семечки в общем одну буханку там скормили одну буханку здесь многое что хлеба нельзя кормить но мы взяли где много семечек много всего такого я думаю полезного полезного да много там отруби но все такое да и мало муки ну посмотрим я надеюсь что мы не навредим птичкам я не с удовольствием ребята если что здесь еще и вороны халявы хотят тоже хотят над воронам тоже хлебушка дать кто не успел тот опоздал все правильно так не успел тот опоздал они вообще не боятся ручные совсем ручные совсем ручные надо сразу много наломать ведь чтобы так вот всем совсем дай мне и одновременно потом бросил с тобой да потом ни одной рукой неудобно ну давай давай сейчас это самое тебе наломать и одновременно бросим там тем вроде давится потом бедной стороне а то в центре кто съезд поэтому против ближним да а то все бросает туда это не достается вот так жалко их они такие все голодные бедненькие какие же вы все голодненькие так жалко это мне так жалко всех этих животных так хочется всех накормить какие некрасивые да окрас какой красивый особенно самцы самцы так вообще классные вообще и так близко совсем не боятся да посмотри как близко до битвы сайта и контента к тебе посадит дай вам с руки с руки дай ему смотри а кто их напугал кто их напугал надо все скормить и поедем в ледо да красавчики красавчики да и гуленька здесь откуда-то взял дай гуленьки да пускай гуля тоже покучит да мой ты подальше просто здесь много хлеба по морковочку тут принесли красавчики натертую тоже да очень хорошо но не хлеб хотят они мучное хотят они овощи не хотят хлебушка у нас хлебушек вкусный с семечками у нас а кто их пугает лебедь смотри там лебедь серый смотри серый лебедь посмотри давай серый посмотри а почему на один почему пары нету серый посмотрите опоры что он один должна же пара быть серый молоденький да ведь когда серый молоденький потом быть белым так и почему один меня смущает хорошо как это не замерзает озеро да ведь морковку не хочет морковку там бросает не ест а хлебушек хочет семечками красота и каркают утки кря-кря-крякают не каркают крякают каркают вороны заходи вороны сколько и и и это и и Хвостом виляет, да? Муж, говорит, хвостом виляет, довольный, значит, хвостом виляет. Кто-то мелко стоит, смотрите, я думала, там глубоко, а там мелко. Все? Приедем еще покормить, да? Ну что, так покормили, ребята, мы замерзли. Теперь сами поедем. Самый раз едет в ледо. А там я не знаю, будет тепло или нет в ледо, как там будет. В общем, погреться и покушать. Не поймем ему базара. А что на базаре? Мы недалеко просто находимся. Я понимаю, но я не знаю, ну давай съездим, давай. Тогда раз мы уже здесь рядышком, давай. Ну да, мы просто крутанемся и... Муж хочет вам базар показать. Один сказал, что там же сделали ремонт на этом базаре. Ну я знаю уже, уверена, что многие знают, потому что уже многие блогеры показывали этот базар. А я не показывала. Поэтому косяк за мной. Косяк, да? Все блогеры показали, кроме меня. Поедем, ладно, поедем показывать. Да. Нет, вы просто 100 метров приехали. Ну хорошо, поехали. Может что-нибудь кубикусникова домой. Хотя у нас все есть, нам ничего не надо. Посмотрим. Посмотрим. Мы сами тут еще не были на этом базаре. Потому что это, ну, не наша сторона. Это как бы задвинья. Мы на другой стране. В Далгалы находимся. Поэтому мы здесь очень редко бываем. Ну вот здесь рынок. Здесь есть бесплатная парковка. Но она полная, ребята. Тут даже не заехать и не выехать. У нас есть ровно 30 минут. Потому что там, где мы поставили, только 30 минут можно стоять. Но мы по-быстренькому. Мы даже долго ходить не будем. Просто посмотрим так и обратно. Потому что времени мало у нас. Вот. Мы тут зашли. Но там еще стоит второй этаж. Столики. Я так понимаю, на втором этаже можно покушать, да? Да, да, да. Кофеюшка какая-то там. Да, ну вот. А? А, ну да. А там еще люстра. Ага. Такая люстра там, да, вдалеке. Ага. Ну вот так выглядит рынок. Так. Яйца тут по 3.80, по 4 евро, по 4.20, по 4.50. Все в порядке с ценами. Всякие ларечки есть. Вот такие вот. В основном, смотрю, алкоголем в этих ларечках торгуют. И плюс можно на месте. Еще. О, пирожки. Там пирожки. Ну, мы в ледо поедем, потому что нам, поэтому пирожки нам не нужны. Да, в основном, алкогольные такие ларечки здесь. Вот еще ларечек какой-то. А тут специи. Пойду посмотрю на специи какие здесь. А тут разные, видите, приправки есть. Такие. А тут какие-то приправы. Так. Цены на колбасы. Сосиски. Сало ведь. Муздует красивые. За 10,65. Про копчености. Ага. Язык. Да. Музыка. Что ведь? Музыка. Музыка. Рыбка копченая. Музыка. 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 Такие ценники. Ребята, смотрите. и собачка здесь эти маленькая жалко все поднять никто не спотыкнулся он так легла бедненькая всякие приправы здесь тоже там где-то музыка играет музыканты там это посмотрим где а ясно кондитерская по 3.50 по 2.60 по 2.60 в общем такие ценники 2.90 евро 80 еще одна кондитерская евро 82 евро эклерчики так еще тут одна есть гранола продается здесь а там что витя кофе так тортики если по 6 с чем-то и по 11 чем-то в общем разный алис эклеры по 99 89 она не поменьше размером вот такие вот ценники смотрите ребята то дают попробовать можно если что тоже всякое песто да может можно макнуть да и попробовать можно так а я решила попробовать этот от песто вкусно ребята очень вкусно даже дождь из этого попробуем но не знаю какой даже попробовать сейчас нам ну давай посерединке попробуем этом отличаются эти попробуем туда этом скоби вкусным ребята вкусно мне понравилось так как попала в римчике но не такая вкусная была это такая вкусненькая так курочки польские по 3.99 так говядина 12.99 10.99 8.99 в общем такие так 10 евро ну такие ценники фарш 6 6.59 свинина 5.99 4.99 6.49 ну в общем так 6-7 евро в районе да кулинария также здесь есть здесь можно продегустировать вот видите дегустирует хозяин угощает и ай какие смачные пирожки ребята мы поедем в ледо первая спорта расти у вас Белоши из Камьянина. Цикмакса? ДВР. Сейчас может быть дегустировать. Ну и скажи как на видео. Вкусно. Судя по выражению лица вкусно. Впечатляет. Сколько стоит? 17-90 килограмм. 17-90 килограмм колбаска. Так, вот тут молочка есть. Что-то такое там вкусненькое. Масло здесь 2,71, 82%. Творог 9-ти процентный. 200 грамм евро 25. Сливки 3,87, 450 граммов. Ну вот как-то так. Так, а здесь хлебушек. Орешки. Орешки. Взять все. Ага. Вот здесь крупы, ребята. Сами насыпаете себе, наверное. Гречка 5,65 за килограмм. Вот все ценники. Да, берешь, насыпаешься, Канада на разрез и за упаковку не платишь. Так, вино. Это горячее вино, да? По-моему, нет? Не знаю. Вот там по 20 евро. Ликерчики. По 20 евро ликерчики. А можно попробовать даже. За 0,7. А? Можно дегустацию провести еще даже. Да вы что? Попробуй. Тебе не взяться за рулем. Нет, нет. Предлагает покупать. Предлагает попробовать. Вот эти вот ликерчики. Да, 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 да. Какой самый вкусный? Подхвалит, говорит, качество хорошее. Нет, теперь пробовал все. Говорит, вкусно все. Ну, давайте один попробуем. Земени попробуем. Земени и этот авень тоже очень вкусный. Нам и вкусный. Ну да, вкусненько. И очень-очень вкусный. Тогда выкидывать, да? Да. Да, вкусно. Да, не очень сладко. Чувствуется ягодка. Такая... Что-то еще... Как приправка какая-то чувствуется. Нет, это не сладко, но все ликеры. Я винюшу салют тадо сетей. Угу. То есть популярная. А, это бренды, да? Да. Нет, все ликеры. Плюмы. Да. Да. Что-то, ну, как раз плюмы. То, думаю, даже... Ну, смотри, как задевано красиво. А, ну, да. Угу. Красиво. Созгодно. Даже так вот подарок подарить, да? Да-да. Давно сделать. Да, кому-то. Да. Шикарно. И вот, ребята, здесь вот на рынке, вот там вот дальше, да, есть, это продуктовый покомат. Там эти можно купить копчености, заказать. Тебе туда пришлют, в общем, да? И ты забираешь там, я видела, это, рекламу, ну, новосяк говорили, короче, вот там впереди, где написано покомат, да? Это вот продуктовый покомат. Это так, тут что-то мусор. Ну, прикольно. Ну, что прикольного? Здесь просто мусор. Тележка какая? Ну, тележка. Это... Это из древней. У бабушки забрали. Здесь также каждый выходной есть бараховка. На бараховку не пойдем, потому что нет времени уже. У нас уже заканчивается 30 минут стоянки, поэтому надо быстренько бить. Куда? На бараховку. Видите, времени нет уже. Ну, по-быстрому. Ну, что, друзья, неплохой такой рынок. Ну, цены, цены кусаются. Ну, как, наверное, и везде сейчас, да? Яйца, конечно, очень дорогие. Да? 4 евро. Да, ну, у нас тоже есть, и по 4 тоже есть разные цены, да? Наверное, просто очень вкусные, наверное, поэтому 4 евро. Ну, вот. Короче, мы с вами везде понемножечку. Лебедей сутки покормили, на рынок заехали. Мы вот еще в депо заедем. Я хочу себе купить, знаете что? Такую вазу стеклянную, высокую. Такую круглую, наверное. Ну, не знаю, какую. В общем, набросать туда много-много разных разновидностей конфет. Стеклянную, да? Мне очень нравится. Я там одну выгрышу смотрю из Америки. Вот она так делает. Они покупают разные конфеты. Она, например, ставит в вазу и туда все ссыпает туда. Мне так нравится. Я вот тоже такая у меня вот идея есть. Так тоже все в вазу. И чтобы разные-разные были конфеты. Ну вот. С орехами может делать в разы. Да, и с орехами. Ну да, только вазочку с орехами может быть поменьше. Поменьше. Недорогие эти вазочки стеклянные. Я смотрела в депоне так. В районе пяти евро стоят. И максимум они тоже есть всякие там разные стеклянные. Тоже, в принципе, можно подобрать. Вот. Давно уже так думала такую идею, да? Ведь это не нам красный. А что ты разгоняешься? А я сейчас зрителям все расскажу. Загорелся красный свет, а он разгоняется. Хорошо, что жена сидит рядом, заметила. Дальше зеленый. Ну это так, это дальше зеленый, а здесь-то красный. А ты его не заметила, наверное, да? И потёр бы. Заметил бы? Конечно. И затормозил бы. Тормоза-то теперь уже сделали. Машина теперь тормозит. А ты как без тормозов приехала. Мне тут спрашивали, в комментариях написали, а что, у вас уже второй раз с тормозами проблема? У вас уже такая была проблема. Она была, но мы залили тормозную жидкость и как-то ездили, и вроде бы она не вытекала. И тянули с ремонтом. А потом она опять взяла, вытекла. И вытекла именно тогда, когда я за рулём. И тогда мужа сказала, всё, быстро машину в сервис. И он быстренько погнал её в сервис. И всё сделает, теперь всё в порядке, друзья. Вот так вот. Теперь мы катаемся с нормальными тормозами. Сделали очень, кстати, быстро. Там трубка была, да, Вить? Шланг. Шланг там, что-то там, что-то, дырочка была там, или что. В общем, быстро сделали буквально за несколько часов. Всё, машина была готова. Вот так вот. А мама тут всё ездит без тормозов. Вы умеете без тормозов ездить? Я как этот, знаешь, волк, помнишь? Ну, погоди. Ногами торможу. Только трусы ездят с тормозами. Только трусы с тормозами ездят. А смелые ездят без тормозов. Ну да. Хорошо хоть нормально доездилась. А то могло быть хуже. Муж издевается надо мной. Делать профессионал из меня, чтобы я могла в экстренных ситуациях ездить. Да, да. Экстремалку делаешь из меня? Да, потому что сам два раза ездил вообще тормозов нет. Никаких. Никаких, да? Но ты говори громче, то там не слышат людей. Пришлось, звоню начальству, что делать. Они говорят, надо гнать машину в сервис. Без тормозов, да? Без тормозов. Как они машину в сервис без тормозов? А они не сказали, как? Не, не сказали. Не сказали, как, да? Это было с Марупы и в центр. Ну, пригнал, да? Да. Вот поэтому и меня будешь без тормозов ездить, да? Я что, умею. Ну, такая у нас семья экстремальная. Ладно, это все шутки, ребята. С тормозов ездить нельзя. Ну, просто бывают экстренные ситуации, когда надо просто доехать до дома. Впереди у нас Старая Рига, да, ребята? Вот это мы сейчас как бы вид со стороны, да, получается? Вот если ехать прямо, мы заезжаем в Старую Ригу, получается. Вот так выглядит наша Старая Рига издалека со стороны. Наша красавица. Я вот горжусь нашей Старой Ригой. Красивая она. Маленькая, но красивенькая. Правда, Заян? Да. Как на самом деле? Ну, красавица наша. Наша старушка. Мы ее называем так, старушка наша. Слева здесь, ребята, у нас центральный рынок. Правильно говорю, да? Или мы еще не доехали? А, уже проехали центральный рынок. А, здесь брохолка, да? Гетто. Да, да, да. Здесь, как это называется? Рига с гетто. Да, это музей здесь с левой стороны. Вот этот музей, да, ребята? Ну, вот сейчас мы туда в депо заедем. Развернемся и заедем. Как поехал, так и поехал. И приехал. Вот сейчас мы разворачиваемся. Здесь вот Моллс. И потом в депо, а потом, ребята, с вами в Лидо. Я? Ну, давай где-то, где-то. Где-то здесь буду, да, я? Для пиццы. Вот такая вот. Под 13,99. Это где-то я такое уже видела. В каком-то магазине мы с вами ходили, ребята. Я уже видела. А, на 220 лв. Помните, мы ходили, я видела. Вот. Только не понял, сколько там стоила она. Чугунные всякие. Очень много всяких разных. Ну, это все, ребята, на костре, да? Я так думаю делать. Тоже. Ой, как в них вкусно готовится еда на костре, если делать. Вообще супер просто. Там сколько всяких разных штучек, а, ребята, да? Ну, раз мы уже с вами с вами зашли, хочу вам показать, да, что есть. Еще. Мангалы всякие разные. Ну, пойдем сразу вид вазу посмотрим, да? Так, чайные свечи. 5,39 с депо-карты 100 штук. А вот тут, ребята, посмотрите. Прям в коробке. Здесь 125 штук. С карты депо 8,95. Что ведь? Ну, почти 9 евро. Ну, да, 9 евро почти. Ну, такая коробка, знаете, вот удобная. Вот эти свечи мы очень часто используем, поэтому мы сюда покупаем по 100 штук, берем всегда. Ну, вот там стеклянные вазы. Ну, я не знаю, вот как-то в Максиме тоже есть стеклянные вазы, но, не знаю, в Максиме тоже бывает. О, смотри, там какой-то на ножке, может, да, ведь, посмотри. Такая большая. Такая. О, нет, это очень большая. Конфеты будут портиться, мы их просто, ну, не съедим, да? Мы в таком количестве же не едим конфеты. Сейчас посмотрю. Здесь что-нибудь интересненькое. Вот. Да, типа такого. Ну, или вот типа такого, может, нет? Маленькое? Да нам хватит. Я думал, типа так. Или вот типа вот такого, знаешь, что-то. Как-то, я не знаю. Ну, это слишком большая для нас. Еще в нашей стране. Где? Внутри помещения. А, в помещении там еще, и сподни, посмотрим туда, да. Муж говорит, трехлитровая банка, и все будет хорошо. Такие всякие запотевшие такое все. Здесь холодно, здесь холодильник. Да, цветочки, кому интересуют, ребята, да? Там 10 штук. Ну, в районе 15 евро где-то стоят, да? Розы. Не знаю, ведь, мне кажется, в максимуме даже можно поинтересно что-то найти. Что-то мне как-то здесь не очень, да? Я вот как-то в максимуме... Надо в максимуме, там бывают интересные очень всякие формы. Размеры... А? Мега тоже? Надо просто смотреть, да? Да. Такого вот, собственно, размера. У меня примерно такая что-то есть, ну, такая широкая горлышко более мне. Я вот, в принципе, ехала за это. Мне как-то вот это вот привлекло, вот, думала, как бы, знаешь, такое вот насыпать. Нет, да, Витя, не нравится? Ну, она не смотрится. Ну, может, говорится, что не смотрится. Ну, давай тогда, вот что. Вот ему надо такое, вот такое. Вот такое, вот, вот что смотрится. Ну, мы столько конфет не накидаем, нас столько и не надо конфет. Чтобы рука не залезла? Нет, чтобы рука... А тогда, зачем тогда ваза? Нет. Я хочу, чтобы, наоборот, как раз-таки рука хорошо залазила бы. Вот такой вот. Засунул руку. Такая классная. Ну, нам, кстати, нет, чего накидать. Слишком много надо. Я думала, такое что-то взять. А муж, говорит, не очень интересно. Ему, говорит, не очень нравится. Ну, тогда здесь... А на остальное мне ничего не нравится. Как-то, я не знаю. Так, ну, нет, что-то не то. Вот, нет такого, чтобы, знаете, вот... А хочу, и все. Что-то все не то. Ну, ладно тогда. В принципе, я вот хотела вот это купить. Ну, муж, говорит, так себе не очень. Мне кажется, если со мной бросать конфеты, хорошо бы смотрелось бы. Ладно, зайдем в Максиму. Может, там что-нибудь найдем. Так, в общем, вазу не купили. Муж сказал... Ну, мы решили так еще посмотреть, что Максима предлагает какие-то вазы. Как-то Максим я видела очень интересные. Давно, правда, когда я на них внимание обращала. Посмотрю Максиму, а потом уже определюсь, какую покупать и где покупать. Решила не торопиться, потому что мне как бы не к спеху. Поэтому это самое... В общем, время есть, чтобы выбрать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, сейчас солнце светит и не видно. Вот это ледо, дата... Ничего не видно, к сожалению. Она такая красивая. Ну, жалко, что не видно ничего. Ледо написано. Я-то вижу, но, наверное, вам не видно будет. Потом там меняется, потом дата, посмотрите, как бы, да. Вот рисунок. Красивая. Красивая, когда в темноте, очень красивая елочка. Очень. Водоемчики все замерзли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 Так, вот там блинчики. Я, как всегда, буду блинчики Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, ребята, всем пока И как всегда в следующем видео с вами увидимся обязательно Ставьте лайки, не забудьте лайки ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И всем пока-пока-пока-пока Мы дома, папа, ну пожалей, пожалей Сейчас мясо мама тебе дает Сейчас мама дает тебе мясо, Молечка Мы как провинившиеся, сейчас дадим тебе вкусного мяса Ребенок Мясо, мясо, долгожданное мясо Наше долгожданное мясо Говядинка Даже не подойти, даже не заснять ничего Все, закрыла Даже маме не видно ничего Вот как мы говядинку кушаем Ой, Молес, не праздник Это мама с папой провинились Поэтому дают мясо ребенку Чтоб она нас простила Мы сказали, Молечка, прости засранцев Она сказала, пока мясо не дадите, не прощу Сейчас простить, наверное Все, момент Амора Мяса нету Вот так, чтоб она Все остальное еду так ела бы Молечка, что ты так сухой корм ела бы? А, зайка, вкусно было? Посмотрите, даже тарелку мыть не надо Смотрите, как чисто все Видите, даже мыть не надо Сэкономим на воде Сэкономим на воде